Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Щековская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать джемпер. Я специально уже подгрузила фотореференс для того, чтобы показать вам, что именно мы будем делать. И мы будем вытаскивать заливку по фото, чтобы то же самое использовать в нашем с вами эскизе. Меня просили нарисовать уже джемпер с какой-то красивой вязкой. Вот, пожалуйста, сегодня будем рисовать. Первое. Открываем наш шаблон. Шаблон сможете скачать по ссылке под этим видео бесплатно. Есть еще другие шаблоны. Посмотрите на сайте. Там у нас много всего интересного. Итак, первое, что я опять начну делать, это откорректирую мой шаблон. Мне не нужно столько рук. Убрала их. Выбрала инструментом Direct Selection. Это прямое выделение или белая стрелочка ее часто нажимают. Выбрала, соответственно, ненужные ручки и нажала кнопочку Del. Все удалилось. Теперь блокирую слой, где у меня шаблон, где у меня этот джемперочек. Я им буду просто вдохновляться. Вот. И создаю новый слой, на котором буду рисовать. Цвет контура черный. По обводке нет пунктира единичка. Да, и нет цвета заливки. Беру инструмент пером. И смотрите, этот джемпер объемный. Оверсайз. Со спущенным сильно рукавом. То есть, по сути, я так думаю, что там вообще вот так вот связан прямоугольник. Но он здесь у нас опадает. Соответственно, вот оно плечико. То есть, мы его обозначаем. Как правило, на плечо как бы вот он так повисает. Потом идет от него вниз. Вниз. Потом сюда. И здесь он таким большим крупным объемом лежит. И я думаю, что приблизительно вот на этом уровне он заканчивается. Хотя, может быть, и подлиннее. Сейчас удлиняем. Вот. И большая широкая горловинка. Так, сейчас мы поправим то, что не получилось с первой попытки. Удлиним. Штучка объемная, большая. Сейчас мы это все сюда вставим и добавим в эскиз. Вот. Я думаю, что еще даже длиннее. И еще можно приспустить. Здесь, поскольку трикотаж мягкий, то есть, как будет. Оно на реальном плече. Вот здесь на вешалке, да. А на реальном плече человека оно как бы повиснет. И после этого пойдет вниз. Такой мягкой складкой. Поэтому здесь будет небольшое даже провисание. Либо, если очень объемная вязка, то она будет немножко торчать. Но вот здесь нету. Видите, торчание. Вот эта линия, она такая прямая. После этого рисуем рукав. Он такой вот коротенький получается, но широкий. Достаточно. Наверное, я ширины недостаточно заложила. Сейчас мы его вот так вот увеличим. Так. Воротник у нас двойной с отворотом. Рисуем все половинкой, как видите. Это то, что внутренняя часть мы с вами видим. А вот эту внешнюю сейчас нарисуем. Вот. Вот такую форму будем рисовать. Соответственно. Так. Сюда вот так она загнется. Точку сейчас наверх подниму. Сейчас я прорисую основу, потом поближе поправлю немножко. Так. Ну, приправительный так. Хотя вот эти точки я бы все сместила. Да. Так. 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 Так, теперь низ. И здесь вот у нас будет вторая часть. Как будто бы видна. Вот так. Давайте теперь сделаем белую заливочку. Не контур, а заливочку. Так. Посмотрим внимательно, что у нас получается. И сделаем зеркальное отражение. Так. Эти две части нам нужно слить. Окно. Обработка контуров. Слить. Потому что вот это вот, это ерунда. Вот не очень мне нравится, как это дело смотрится. Сейчас мы немножечко объема добавим сюда. Хотя. Что-то такая только. Так. Так. Рукав хочется еще объемней. Потому что когда мы смотрим на половинку, ну как бы это одно, да? Когда мы соединяем изделие вместе, это другое. Я вот, ну, понимаю сейчас то, что требуется, ну, как бы откорректировать. Потому что мне не нравится. Потому что я вижу, что должно быть по-другому. Поэтому я корректирую. Это слить. Нишнюю точку убрать. Так. Это мы тоже сейчас сольем. И это тоже, вот эти две части, сольем. И сейчас приближе буду уже делать самостоятельно. Так. Минус, минус, минус. Видите, я рисую перышком. Точечки все проправляю, чтобы они были на местах. Так, это минус, минус. Можно просто кривизной добиться. Вот так. Так, этой части не хватает тут у меня кривизной. Убираю лишние точки. Вставляю одну. И сейчас мы ее мягко вот так вот. Достаточно. У нас же двойная получается. Соответственно, вот так. Вот так. Вот эти точки можно убрать. Вот эту точку поднять. Хоть мы ее не видим, она там есть. И округлить. А вот здесь вот надо сзади положить. Что мы там тоже будем видеть. Подложку. Так, убираем ее на самый задний план. А здесь тоже сейчас там вот лишние точки. Я прям чувствую, что они есть некрасивые. Да, вот здесь. Все, это было последнее. И тоже сейчас мягкую линию сделаем. Вот так. Вот так при этом можно сделать ее слегка симметрично. Потому что она же не должна абсолютно в симметрию входить. Вот так. Вот так. Так, посмотрим. Что мы с вами можем сейчас интересного сделать. Покажу сейчас два примера, как мы с этим свитером можем дальше работать. А вы уже выберите тот вариант, который для вас более приемлемый. Чуть-чуть все-таки точечку вниз. А вот тут, вот тут, вот тут, вот тут немножечко у меня не так кривизна. Вот из этой точки должна быть кривизна вот так. Тогда будет все смотреться более правдоподобно. Вот туда, вот так. Вот этот вот не совсем такой должен быть прям вот острый. Вот. Тогда более правдоподобно. А эта должна быть внутри. Вот такая штучка. Вот так. Так. Что мы можем сделать? Вариант один. Берем нашу с вами штуку. И ее будем заливать вот такой заливкой. Что мы для этого делаем? Разблокирую слой. Приближаем и выбираем раппорт. Раппорт должен быть либо квадратный, либо прямоугольный. Размером с петельку, чтобы он хорошо повторялся. После того, как мы его выбрали, монтаж на задний план, убираем цвет контура, цвет заливки. Должно сработать. Хотя вот это достаточно тяжело сейчас будет все, но ничего. И тащим все это в заливку. Все выбрали. Тащим в заливку. Сейчас проверю, сработало или нет. Прямоугольничек. Нет, не сработало. Почему? Сейчас проверим. Потому что у меня прямоугольничек на другом слое. Монтаж на задний план. Должно быть все на одном слое. А у меня на другом. Вот, теперь сработало. Оп, получилась заливка. Правда весь похожий на то, что есть на джемпере? Называет кусочек, многократно его повторила. Теперь я могу его многократно повторить на джемпере. Очень удобная техника. Можете повторять любую заливку. И вот здесь еще сейчас можно поправить направление. Инструментом поворот. Чуть-чуть моего. Может быть он немножко крупноват. Это тоже все можно исправить. Все зависит от того, какого результата вы хотите добиться. Возможно, что да, немножечко оно крупновато. И сейчас мы сделаем. Чуть-чуть меньше. Так, слишком. Да, вот так. А вот, не хватает немножечко тенюшек. Это мы сейчас добавим. Так, цвет заливки убираем. Делаем черный цвет без контура. Делаем копию. Создаем ее с тенью. Она тогда будет давать ощущение такого, видите, как провала. Ctrl-C, Ctrl-B. Перенимаю цвет заливки. И чуть-чуть ее на передний план. Так, где у нас там еще? По низу можно немножечко, да? То, что оно тут такое вот неравномерное. Чуть-чуть доформировываю. То есть даю живость эскизу. Можно сделать так. Это вариант номер один. Кстати, очень классно будет смотреться. Помните, мы рисовали с вами джинсы. У нас есть джинсики. И мы можем с вами посмотреть, как это дело будет выглядеть. Смотрите. Я скопировала. Джинсы у меня идеально подходят на мою фигурку. И туда же сверху джинс перочек. Вот эту нижнюю часть надо тогда поместить в самый низ. Монтаж на задний план. И вот у меня получается. Красивая штучка. На другой слой легли просто. Нужно, чтобы на все было на одном слое. Сейчас я на один момент. Можно это сгруппировать и разгруппировать. Оно сразу на один слой стянется все. Так, монтаж. На задний план. Вот так. То есть там полноценные джинсы, сверху у нас джемпер. И уже вот здесь, если мы захотим это все одеть, надо вот эту линию. Вон там, видите, у меня джинс. То есть как-то вот мы хотим его одеть, чтобы он у меня тут как-то лежал. Соответственно, так и одеваем, чтобы оно как-то тут бежало. Здесь мы зацепили, напуск пошел. Здесь такая штука. Они будут более мягкие формы. Соответственно, тенюшки тоже надо проправлять. Протягивать, чтобы они стояли на местах. Но это вот уже вариация, то есть сбора комплекта. Тень проще убрать, проще нарисовать новую. Вот такой вот ниспадающий у меня получился джемпер объемный. Немножко надо все-таки линию подспустить. Есть еще возможность, помимо того, что нарисовать чистотехнический рисунок, еще и показать, как эта штучка будет носиться в комплекте с чем бы то ни было. Вот такого рода, когда мы можем собрать комплект. и показать, как это будет смотреться. Он вот такой свободный штук и будет залегать, притом вот складочка еще вот так будет идти. Так. Можно прям рисовать. Будет такой свободный напуск. Тут будет складочка закладываться, вот тут будет складочка закладываться. Они могут быть нарисованы линией, но в частности линии только потоньше сделаем. Вот. То есть такие как дополнительные складочки. И свободный джемпер. Ну и конечно я нарисовала немодную длину джинс, сейчас это модно все покороче. Можно тоже это все быстренько коротануть при желании. Но я честно, не могу смириться с короткими джинсами. Я люблю полнодлин. Поэтому придется вам потерпеть полнодлин в моем исполнении, потому что мне вам больше нравится. Это был первый вариант. Второй вариант, когда мы можем с вами сразу на эскиз добавить линии, имитирующие вязку. Такой трикотаж не всегда показывают петельками, а иногда он показывается линеарно. Ощущение, что здесь какой-то загиб рукава есть. Может быть он на самом деле более короткий. А рукава более длинная. Но это уже по модели. Я люблю по длине свитера, поэтому мы их оставим. Такие тоже бывают, когда коротенькие рукава пристыковываются. Соответственно, делается заливка. Как это будет происходить? Делаем рапорт. Вот такой. Потом 0,25 толщина. И вот эту линию делаем лист цветной. Поуже чуть-чуть. И закидываем это все в заливки. Теперь применяем к нашей основе. Только не к самой основе, а к ее копии. Ctrl-C, Ctrl-F. Вот такая штучка у нас получается. То же самое применяем к рукавчикам. Забыла копию сделать. Сейчас Ctrl-C, Ctrl-F. И переменяем заливку. Вот видите, она такая, как двойная полосочка. Здесь же ее можно повернуть. Если нужна почаще, то можно это тоже все подкорректируем. И таким образом у вас получится возможность корректировки по цвету. Применяются абсолютно все техники перерисунки и скидов. А это нужно понимать. Здесь ограничение идет только от того, какой эффект вы хотите получить в результате. Вот поэтому Ctrl-C, Ctrl-F и вот так. Соответственно, вот это надо на передний план вытащить. Все будет хорошо. Так, теперь давайте всю эту заливочку я выберу. И немножечко ее сделаем потоньше. Можно изгольнуться, но это просто более долго. И сделать вот такую кривизну по воротнику. Это все делается при помощи инструмента Переход. Сделать можно. Вопрос, нужно ли. То есть, как бы, иногда такого вполне варианта и достаточно. Нужно посмотреть. Вот он будет в таком виде у вас, как черно-белый эскиз, показывающий, что где, показывающий, как стыкуются. И точно так же его можно прокрасить и в другие цвета. Спущу. Здесь у вас уже вы не привязаны к этому цвету, хотя можете его переснять, да. Вы можете его сделать там любым, темно-синем, белым, желтым, красным. Тем, которым вы захотите. Вот это все зависит уже исключительно от вас. Ну, что такое. Поэтому я сейчас два цвета покрашу. Это второй у нас слой. И покажу, как перекрашивать. Вот самое сложное, покрасить первый раз что-то. Вот эти три части, они у нас будут потемнее, потому что они будут идти на задний план. Вот так. Вот, они будут обозначать у нас глубину. Теперь на них возвращаем нашу основку. И вот это все можно лишить цвета контура. Он тут, в общем-то, не нужен. И возвращаем это все на эскиз. Вот такая штучка у нас получается. И теперь вы это можете перекрасить при помощи инструмента, который занимается сменой цвета. Какой у нас сейчас? Пудровый цвет в моде, да? Давайте пудру сделаем. Сразу наглядно видите, да, что получается. Это пудра. К ней тенюшки. Окей. Вот мы получили с вами два джемпера очень быстро. То есть главное было его только отрисовать. И уже отошли от оригинального цвета. Конечно же, иногда вот такой вариант, он более зрелищный, более интересный. Такие варианты тоже очень рабочие и часто используются. В зависимости от того, что вы хотите показать. Можно еще заморочить, что, как я сказала, вот это все нарисовать. Это более сложный процесс через инструмент Blend. Он делается достаточно долго, но делает. Таким образом можно нарисовать трикотаж. Его можно нарисовать еще разными способами, но это один из примеров. Если у вас появились какие-то вопросы, обязательно напишите мне. Я на них с удовольствием отвечу. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А на этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok